Золотая рыбка Дорогой ты мой У нас дежурный вопрос в этом году Как отразился этот самый ковид На жизни На творческих планах Заметили его, не заметили Он испортил мне репризу Потому что я обычно на вопросы Как вы все успеваете Говорил, я много работаю, мало сплю Я не выспался с 91 года И тут ап И теперь я не могу так говорить Потому что я выспался, по-моему, лет на 50 вперед И, честно говоря Я даже этому периоду благодарен Потому что я, во-первых, никогда в жизни Не занимался так квартирой Как в эти дни Я узнал много интересного Где что лежит Где что спрятано Где что записывал Потрясающие какие-то находки, раскопки Вот Все блестит до сих пор Такого не было тоже никогда Ну и, конечно, я в таком неторопливом режиме Посмотрел все фильмы, которые откладывал У меня вот такие горки были Послушал музыку, которая меня Ну, вдохновила на что-то интересное Придумал несколько спектаклей Один из которых буквально через месяц В театре Вахтангова Будет премьера Да еще и с каким человеком Я позвонил Александру Зацепину Узнал, как он Что он А я уточню, вы были знакомы? Да, конечно Мы с ним были знакомы Я имел честь Вести его юбилейные вечера Его концерты Не говоря уж о том, что Как и все, кто не умеет петь Значит, с радостью пел его песни Так вот, я позвонил Зацепину Все-таки у него серьезный возраст Без пяти сто Понимаете? Да Практически И он с воодушевлением Поддержал мою идею Вот через месяц В театре Вахтангова Сказка о царе Салтане В моем единоличном исполнении Буду по ролям читать Ты не золотая рыбка Просто совсем просто Абсолютно Абсолютно точно Вот И Ну, это, так сказать В продолжение 220-летия Пушкина Вот Я предложил Зацепину Он с такой радостью С таким задором С такой энергией С такой включенностью Написал потрясающую музыку И вот мы вышли После карантина Отрепетировали с оркестром Так что я времени зря не терял Кое-что придумал для нас Нонной Гришаевой Кучу придумал разных идей Своим друзьям, коллегам Мне вообще не страшно И не жалко Эти идеи Кому-то презентовать Говорить Раздавать Да пожалуйста Мне еще Придет Так что я вообще работал Но Не спешно Честно говоря Первые две недели Было сложно Они как-то очень Тянулись Тянулись Долго-долго И мне казалось Что уже прошло месяца два А потом оно все Как-то Пак-пак-пак-пак-пак Быстро И как-то уже Вот вышли все на волю Наверное все три котика Были рады Что-то конец Три котика Вы знаете Они на меня смотрели Каким-то таким Даже уже укором В чем дело Я не понимаю Что ты сделаешь В нашем доме Почему вдруг Ты тут спишь Что происходит Уже уходи отсюда Вот Это было Действительно интересно Ну Что вам сказать Конечно Тревожно Как и всем нормальным людям Но что тут Делать вид Что А вот Ничего этого нет Мины Так сказать Рядом взрываются И люди болеют Но Это такое Вот Видимо Уникальное испытание Для нас Живущих Вот сейчас В 21 веке Значит Надо его достойно пройти Не потерять себя Не потерять Веру в себя Здоровье Не потерять А образ жизни Как-то Изменился Теперь уже Когда Нет карантина Привычки Откорректировались Как-то Или Все вернулось Да нет Вот в кармане Маска Перчатки Значит Я стараюсь Как-то это Не забывать Многие стали меньше Ходить В заведение Общепита Нет Я особо Не могу сказать У меня было время Как-то Вести Такую Богемную Красивую Жизнь Хотя Я живу Прям в эпицентре Этой Богемной Жизни На патриарших Крудах Где Вокруг Просто Такой Соха Понимаете Вот Но Все люди Не местные Вот Помните Раньше Были Сами Мы люди Не местные А теперь Люди Не местные Они Опероли Шприц Они Все Очень Модные Значит Очень Как бы Продвинутые Как бы Но ярко Себя Демонстрирующие И заявляющие Вот Мы здесь А мы Кто здесь Давно И так сказать Ну как бы По праву Вместо прописки Мы как бы Отброс общества Хотя мой сосед Сергей Шакуров Сергей Каюмич Он Вот Очень рад Этой Движухе Он говорит Да что вы все Ноете Вот Установите Люди Все Я бы Очень хотел Бы Вот когда Я буду Вот В его возрасте Так же Это воспринимать Там же еще и Сбруев Соседка Сбруев Вижу Через день Он молчаливо Так сказать Мы когда встречаемся Он мне все время Говорит Поменьше Мы с ним Сугубо Про профессию Он мне говорит О том Что я должен Поменьше Появляться На экране На телеэкране Вдумчиво Да Да Ну В чем-то Он прав Где-то Наверное Я его Слышу Но Иду Своей Дорогой Потому что У каждого человека Все-таки Своя жизнь И Я ведь Когда появляюсь На экране Не для того Чтобы Вот он Я видите Вот он Я вываливаюсь Из телевизора Нет Вот я к вам пришел Да я за счастье Понимаете Мне интересно Поговорить А у нас какое счастье Поговорить с интересным человеком Да еще и с золотой рыбкой Дядя Вова зовут Карась Дядя Вова? Да Это не девочка? Это карась Поэтому А понятно То есть вы его зажарите Если что Какая у него судьба страшная Мы надеемся его откормить Понятно А вот Насчет Общепит Насчет ресторанов Спросил Не просто так Вы ведь Как Допустим Принято У голливудских Звезд В начале пути Подрабатывали Официантом Да Три с половиной года Был же такой период Вот Вы с тех пор Чаевые щедро Оставляете Когда вы Побывали Вот с той стороны Баррикады Или это Не отразилось Периодически Я наблюдаю за тем Как работают люди Если они работают От души Профессионально Если они меня ненавидят За то Что я сейчас Пришел съесть суп А они вынуждены Мне его принести То тогда Конечно же Этот труд Он очень непростой Он будет мною Замечен И естественно Я поблагодарю Таким образом Если я вижу Что этот человек Значит Смотрит на меня И на весь мир И у него вот здесь Вот висит Значит Что-то такое Неприятное И он бы с удовольствием Плюнул мне В суп А может быть Он уже это и сделал Что я не исключаю То тогда Это все очень умеренно Потому что Я за профессионализм Понимаете Я за то Чтобы каждый человек На своем месте Делал его честно Если бы так было Боже мой Как бы мы все жили Есть же уже байка Которая стала Таким знаменем Вот как ваша студия Красным Переходящим Из уст в уста Когда девочка Пришедшая на телевидение А все-таки Так бывает Сейчас на телевидении Есть случайные люди Которым просто любопытно Они пришли Заглянули Ушли Или им это казалось Да ну все Я пойду дальше искать Раньше Такие люди На пушечный выстрел Не могли Подойти К улице Королева Академика Королева 12 Там были особенные люди И для каждого Кстати говоря Была своя ступенька По способностям По талантам Сдерживали Тогда ты стремился Или Сейчас нет Ты Ну это отдельная история Так вот Есть же байка Такая девочка Трясущаяся Она говорит Боже мой Боже мой Как мне позвать Кобзона Как мне его позвать На сын Говорит Ну что ж ты трясешься Ну подойди В гримерную Постучись Откроется дверь Или ты открой Увидишь его По имени и отчеству Скажи Все готово Пожалуйста Мы вас приглашаем Она постучалась Там сидел Лещенко и Кобзон Она увидела Кобзона И говорит Здравствуйте Иосиф Иссарионович К вопросу о профессии Что мы здесь Для чего Мы здесь Почему Ради чего Поэтому я Когда был официантом Вы знаете Я в это дело Очень серьезно Вообще Вник Изучил Я до сих пор знаю Как Ну вы мне извините Развести клиента На дополнительный салат А зачем дополнительный салат Это значит Что его не съедят Этот салат И он достанется нам Да ладно Официантам Или Это если тебе еще Если длинный коридор на кухне Если тебе еще Удастся туда донести Потому что голодных много И шеф-повар Может отнять для своих Чтобы они съели этот салат Там целая вообще была история Особенно в 90-е годы Правый карман для рыбы Значит левый карман Для мяса Зато в доме Всегда есть лаваш Или корочки От этого лаваша Которую можно размочить И ты чувствуешь себя человеком А студенты всегда голодные Там целая была иерархия И очень интересно все было Я-то думал Что просто для персонала Отдельно повар готовит Конечно Ну гораздо Без души Без души Ну как Комбикорм Как называют Значит еду Обеды для Артистов Кино Кинокорм А тут салат И ты знаешь Как тебе предложить его Не будем учить Товарищей Или что-то еще Ой Это Очень интересно А не приходилось Никогда играть Официантом Да Кушать подано А вот Приходилось Я очень любил Знаете Играть на параллельных курсах Когда мы учились В Щекинском институте Мне было мало того Значит Что происходило На нашем курсе Хотя мы были загружены От и до И я с удовольствием Я сам просил И говорю Возьмите меня Просто в эпизод Возьмите меня Буду выходить И говорить Дворецкий Или его величество И первая у меня роль Была на первом курсе Наш художественный руководитель Меня пригласил В спектакль четвертого курса Я играл тоже Дворецкого И я Значит В финале спектакля И в самом его начале Я в начале выходил Включал светильники Спокойно Тихо А в финале Я их выключал Он мне как-то Однажды сделал замечание Говорит Ты не мог бы Побыстрее уже Их выключать А думаю Пускай смотрят И запоминают Что вот я А вторая моя Большая роль Была из-за кулис Я кричал Дайте пожалуйста Огурцы Это было очень важно Потому что если я вовремя Не крикну Дайте пожалуйста Огурцы Там не произойдет Следующее событие Не услышит эту реплику Я мог бы сорвать спектакль Это еще очень интересно Одна реплика Я внимательно сижу И все Вот как обзон был упомянут Ваш любимый Наш любимый Всей стороной Иосиф Давыдович Вы в одном из интервью Прямо с восторгом Рассказывали Что он никогда В том костюме В котором выходил на сцену Он никогда не пересаживался Чтобы на брюках Не было складок Что он всегда стоял И ждал своего выхода Мне кажется Что это перебор Все-таки Что это все-таки Очень-очень старая школа Что сейчас уже Люди на сцену Выходят в том В чем Из дома вышли Нет Мне кажется Я вообще Очень часто думаю о том Что мне повезло Я вскочил Практически в последний вагон Уходящего советского Кинематографа И вообще Вот этих вот Традиций И особенного Отношения К тому Чем ты занят К искусству К театру К сцене Я вот тоже не могу Например На спектакль Прийти за полчаса До начала Например На музыкальный спектакль Я вообще приезжаю в театр За четыре часа До начала Мне важно Просто походить Кстати Каждый день В театре Вахтангово Я вижу Даже в те дни Когда он не играет Ланового Он приходит в театр Ему необходимо Этот ритуал совершить Пройти Заглянуть Посмотреть Поприветствовать Это часть его жизни Поэтому вот Отделить бытовую жизнь От жизни Где Сказка Где Чудо В которое Должен человек Поверить А как же он не поверить Если я в него не верю Если я с холодным носом Понимаете Поэтому Вот такие вот вещи Как бы кажущиеся Перебором Но ведь это его Ощущение Это ему важно Где что Поэтому вот сейчас Я думаю А что же Вот новое поколение На кого они Так сказать Будут опираться Своими внутренними Какими-то Так сказать Ощущениями Да Они откуда Это вдохновение Или эти примеры Будут брать Откуда Что Непонятно Поэтому Мне не кажется Это перебором Я в этом смысле Счастливый человек Потому что Недавно Михалков Напомнил Замечательную Прекрасную Цитату Высказывания По-моему Малера Что такое традиция Традиция Это Не поклонение Пеплу Это передача Огня Как интересно Понимаете Кому-то сейчас Расскажи Девочкам Которые выходят В эфир Даже новости читать Да Что там Не знаю Мургунова Светлана Легендарная диктор Рассказывала В день Когда она знает Что у нее эфир Или концерт Она спит Сидя Дома Почему Вы не знали Прическа Ну тут еще момент Значит экономия Или невозможность Достать Лак Прелесть Который бетонировал Ту голову Так что можно было Ходить месяц С этой прической Сказать Как Какие секреты Вы знаете Чтобы волосы Держались Нет Пиво Представляете Вот все дикторы Советского телевидения Я успел у них Расспросить Пиво Прорабатывает Волосы Мало того Что питает Можно сноску Полезные советы От золотой рыбки Питает Так еще и Значит Держит Поэтому Сейчас я не на пиве Нет Это уже А аромат Пивной Он же там Наверное Голова-то пахла Ну Это уж Нам неизвестно Но это тоже Знаете Вот Что такое Вахтанговская школа Почему я актер Театра Вахтангового Почему мне было понятно Вот среди поисков Театрального дома И Того дома Где я буду учиться Что это то место Где Вот точно все совпадает Вот для Моих внутренних Задач Которые я сам для себя Сформулировал И потребности Главное Творческого организма Фантастический Реализм Понимаете Как интересно Фантастический Мы создаем Что-то Чего быть может Нет Но мы свято В это верим В это верит Зритель И он Приподнимается Вот я же верю Что вы не съедите Эту рыбку И так далее Поэтому Когда я читаю Значит Какие-то рецензии На новые Какие-то современные Театральные Постановки На которые Мне заранее Ну не совсем Хочется идти Потому что Они отражают День сегодняшний А зачем мне Это нужно видеть В театре Если я этот день Вижу за окном Если я его Анализирую Сам И мне Так сказать Мнение Того или иного Актера Или режиссера Усугубить Эту картинку Либо Они мне не нужны Я наоборот Хочу От этого Куда-то Унестись В какой-то Мир В него Поверить Почему По этой же причине Я люблю Мультфильмы Озвучивать Потому что Этого мира Это же не существует Но Когда ты слушаешь Или видишь Не знаю Там какого-нибудь Зайчика С 40-х 50-х годов Который озвучивал Яншин когда-то И ты читаешь В мемуарах Что он Узнавал Биографию Зайца Понимаете Это один Зайчонок Или у него Был брат Или сестра Это может Показаться Сейчас бредом Или каким-то Скажет Ребят Да что вы Это вообще Ну пошел Озвучил Да нет Или там Есть целый Рассказ Как Витцин Тоже Он узнавал Биографию роли Да Что такое Биографию огурца Вот он озвучил Огурца А это какой огурец С пупырышками Или из парника Он как Он малосольный Или он свежий Или он Он куплен в магазине Или он срезан Понимаете И это самое интересное Человек Быть может Глядя на этого огурца И не поймет А вот артист Для него Этот объем Он важен Вот Поэтому Вы меня останавливали Это у меня есть дурацкая привычка Когда отличная привычка Это просто такой подарок Я понимаю Просто достаточно сказать здрасте И потом будет интереснейший рассказ Меняется человек с возрастом Он развивается Он становится другим Пристрастие Допустим Кино Музыка Меняется у вас? Вы знаете Вот Мы сейчас на канале Москва доверия Который меня кстати говоря Очень спасал И спасал И спасает Вот Во время этого карантина И сейчас Я смотрю на этом канале Огромное количество Прекрасных советских фильмов Которые я Хотел бы пересмотреть Или же я их не видел И Я ведь удивляюсь вот чему Я сейчас отвечу про пристрастие Удивляюсь тому Что Актеры Те Преклонении Перед Михаилом Чеховым Они боготворят Мейерхольда И Когда я помню Два месяца Я жил в Лос-Анджелесе Лет 15 назад Мы туда просто поехали Узнать Что такое Голливуд И когда мы уже Так сказать Многое чего видели И оказались Ни много Ни мало И в гостях У Милы Йовович И Рене Зельвегер И На одной улице Значит там По серпантину Чуть выше Джек Николсон К нему Значит пришли В гости Тут же полицейские Извините Джек Николсон Не принимает Все они Изучают И очень внимательно Советский кинематограф Способ существования Человека в кадре Вы представляете А мы Это как бы Да ну это все Все Вот они Боги Потрясающе Мы сидим На золотом сундуке Но смотрим туда Откуда из этого Золотого сундука Они забирают Вот я На канале Москва Доверие С радостью Сейчас смотрю Все эти фильмы И смотрел И Понимаю Что Я не могу Придать тот период И я учусь У них Огромное количество Художников Актеров Сценаристов Операторов Режиссеров Композиторов Их уже нет Но что-то Они такое волшебное Сделали Не по бизнесу Раскладу Понимаете А потому что Они не могли Этого не сделать Сердце Душа Беспокоилась Это их высказывание Поэтому оно Живо И поэтому Мои в этом смысле Так сказать Пристрастия Нет Они Не меняются Есть редкие Открытия Сегодняшнего дня То есть Я не Пыльный мешок Например Чтобы не быть Опять же Голословным Если вы сказали Про открытие Сегодняшнего дня Что вы имеете ввиду Что вы имеете ввиду Что я имею ввиду Это всегда очень сложно Знаете почему Потому что Мне гораздо Проще Назвать вам Список того Нежели Вот В сегодняшнем дне Потому что Сегодняшние даже Открытия Ввиду Либо Я сам себе Этот вопрос Даю Либо Из-за того Что много информации Либо Из-за того Что это изначально Сделано Как одноразовое творчество Ты И оно куда-то И из тебя Выветрилось Оно Ушло Оно Улетело И я не могу Это схватить за хвост И оно у меня Так сказать Не остается То есть Срок Хранения Просто Дни Понимаете Поэтому я Я не могу Привести вам сейчас Примеры Это Хорошо Это как На самом деле Расскажите что-нибудь смешное И ты не можешь вспомнить Ничего смешного Или Расскажите анекдот Господи Подожди Пять минут назад Ты там в гримерке Сыпал этими анекдотами Вспомни Нет Что это Потому что Это вспоминается По поводу Это Вот Вспоминается В хорошей беседе В хорошей компании Ты мне Я тебе Петелька крючочек Как говорят у нас В Шекинском институте А так Чтобы Сейчас я буду Вспоминать смешное Или Нет Это Стендап Комики Комеди Клаб И то Выученное Смешное Александр Вы когда Калифорнию Говорили Вы сказали Мы С кем В компанию Вы ездили Там была Целая компания Вот нас Выпускников Разных курсов Мальчики Девочки И мы поехали Узнавать Мы поехали Отдыхать Узнавать Что такое Америка И конечно Что такое Голливуд Ну и естественно Значит у кого-то Какие-то знакомства Значит И мы ходили На какие-то вечеринки Ходили в гости К вот Нашим Уехавшим Эмигрировавшим Когда-то Узнать Как же они Там Сказать Живут Существуют Они нам Показывали Весь этот Прекрасный Чудный мир Но У всех Тоска Была По родине И все Лейтмотивом Это тоже Очень интересно Говорили Да Холодильники Здесь полные А здесь Пустовато Представляете Как интересно Все Здесь внутри Та самая история Про огурец И биография Что за огурец И для меня Это было очень интересно Когда Внутри Такая борьба А я ведь все-таки Еще и на телевидении В таком жанре Работаю Где я чуть поярче Погромче Побыстрее По Чем Я в жизни Вообще спокойный Тихий И Такой Я Насчет того Что вы достаточно Конечно Закрытый человек Как мне Представляется А зачем Вот это Не знаю Это вопрос Ко многим Вашим коллегам Зачем Вот так вот Когда они придут Вы у них спросите Зачем это Мне кажется Что должна быть Какая-то все-таки Дистанция Но не случайно В детстве Это я очень хорошо Запомнил На холодильник Соседка Плакат Приклеила Иди ту пьеху И мама моя Говорит Люд Ты что эту пьеху На холодильник Приклеила Она говорит Когда я на нее смотрю Я понимаю Что жрать меньше надо Понимаете Потому что Ну это же Ну вот пьеха В цветах Она что дома Чайник тоже В длинных платьях И сперечет Нет Но мы ее такой Не знаем и не видим И таких примеров Много По Как бы Задумке Сочинителя Великого Все Может и умеет Золотая рыбка Да Наш Карась Дядя Володя Ждет От вас Александр Пожелание Оно должно быть одно Нет Пожалуйста У нас Свободные форматы Божьи Карась Я умоляю тебя Пожалуйста Дай нам всем здоровья Активного долголетия Дай нам пожалуйста Возможности Работать Дай нам пожалуйста Возможность Что-то интересное Сделать Придумать Дай нам пожалуйста Мирное чистое Небо над головой И дай нам пожалуйста Радости чистой Настоящей А не изображение Ее Дай нам пожалуйста Как там говорили По возможностям Каждому Каждому по потребностям Каждому по возможностям Да Вот этого Ну вот Это такой мой Так сказать Минимум Сейчас очень важно Чтобы мы все были Здоровые И чтобы жизнь Продолжалась А там дальше Встретимся и поговорим Что-нибудь интересное Еще придумаем Александр Вы редкий Представитель Своего цеха Который С удовольствием Как кажется По Почине Рассказывает О других Не о себе Уже не знаю Каков генезис Вот это Может быть Вы что-то Скрываете Из своей биографии Но Вас Лично Мне всегда Очень приятно Слышать и видеть Огромное вам спасибо Спасибо вам большое Спасибо вам большое